Молодой предприниматель из Тюмени Вадим Боков, которого прозвали в интернете тюменский Илон Маск, буквально перевернул представление о беспроводных наушниках. CGPods не уступают по качеству именитым фруктовым аналогам, а по функциям даже превосходят, при этом стоят в 4 раза дешевле. А этой весной тюменцы представили целую линейку топовых пылесосов. В отличие от китайских аналогов, тюменские роботы-пылесосы не буксуют на порогах и преодолевают препятствия до 2 см. Расход зарядки у тюменцев более низкий, а контейнер для пыли объемней. Можно чистить и подзаряжать пылесос после 2-3 уборок. У тюменских роботов-пылесосов умная лазерная навигация. Они в считанные секунды создают виртуальную карту помещения и тщательно убирают каждый участок. В отличие от китайских аналогов, тюменские пылесосы не размывают грязь по полу, а реально его моют, проходя участок трижды в разных направлениях. Управляй кнопкой на корпусе, дистанционно с мобильного приложения или с пульта. А еще у тюменцев появился уникальный пылесос-батон для очистки авто. Благодаря такой форме пылесос помещается в карман на двери или даже в бардачке автомобиля. При этом тюменский пылесос-батон поможет с уборкой в самых труднодоступных местах. Его диаметр всего 5,5 сантиметров. Но главное, сила всасывания, как у топовых полноразмерных домашних пылесосов. А для самых узких щелей в авто в комплекте есть специальные насадки. А вот мойщик от тюменского Илона Маска чистит реально сам. Без участия владельца робот сам подбирает себе воду из бачка распылителя. Сам полирует насухо, сам отключается, если закончил. Он подходит для окон, зеркал, дверей, плитки, словом, для всего того, что вы раньше мыли вручную. Гарантия на все пылесосы, если вдруг что-то случится. Замена на новый, а не ремонт. Однозначно рекомендую обратить внимание на новейшие тюменские беспроводные пылесосы. Сканируй QR-код или переходи по ссылке в описании. Там же код ЛИС2403 на скидку. Друзья, привет! Макрон заявил, что был бы не против отправить военный контингент нашим соседям. Точнее как, он сказал, что этот вопрос обсуждался. И по нему не было консенсуса. Сейчас нет консенсуса по поводу отправки наземных войск официальным, одобренным и принятым образом. Но на самом деле ничего нельзя исключать. Мы сделаем все возможное, чтобы Россия не смогла выиграть эту... Аналитики разного уровня качества сходятся примерно в одном, что все это было бравада перед своими западными коллегами. Мол, посмотрите на нас, а вы что там? Некоторые поддержали политики карликовых стран. И то пару штук. Но в основном западные лидеры стали открещиваться от этих заявлений. Мол, нет, нет, мы никуда ничего не собираемся отправлять. Даже вот этого Байденовича разбудили. Говорят, мол, слыхал, что там Макрон заявил? Байден тоже вышел, сказал, нет, мы ничего никуда не собираемся отправлять. Генсек НАТО тоже вышел, стал говорить, что нет, нет, нет. Мы ничего никуда отправлять не будем. Но, тем не менее, эта фраза, да... Но на самом деле ничего нельзя исключать. Очень быстро долетела до Кремля, и реакция не заставила себя ждать. Это, конечно, абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет. В этом случае уже нужно говорить не о вероятности, а о неизбежности. Сергея Лаврова на пресс-конференции тоже попросили прокомментировать это заявление Макрона. И спросили, какие могут быть последствия у всего этого. И вот на его ответе мы остановимся чуть поподробнее. Количество конференций, конечно же, сейчас возрастает, которые на Западе созывают. И цель компенсировать резкое падение внимания и резкое сокращение финансовых возможностей содержать режим Зеленск. Кого-кого, а этого чела старушка Европы еще будет кормить, найдет для него деньги. Это, знаете, старый анекдот этот? Сынок, представляешь, водка подорожала. Папа, это значит, что ты будешь меньше пить? Нет, сынок, это значит, что ты будешь меньше есть. То же самое буквально происходит в Европе. Денег нет, экономика катится в тартарары. Так, может быть, прекратим раздавать их кому ни попадя? Нет, продолжим раздавать, но заберем оставшиеся у фермеров, например. Французы и президент Макрон, они, в принципе, очень увлекаются созывом различных мероприятий, не сильно заботясь о том, что-нибудь будет после этого или нет. Мы сейчас говорим про Ближний Восток. Еще в декабре 2015 года предшественник господина Макрона, президента Ланд, созвал с большой помпой конференцию по Ближнему Востоку, куда съехалось много народу, говорили о палестинском государстве, о других шагах по выполнению резолюции Организации Соединенных Наций. Все разъехались, прогремело все это во французском медийном пространстве в основном, ну и в других западных странах. И про это благополучно забыли. Не, ну а что? Собрались, покушали круассанов, да? Обсудили что-то, там анекдоты порассказывали друг другу, вышли к прессе, сделали какое-то заявление. Надо же создавать видимость какой-то бурной деятельности. И какая разница, что ни к чему она не приведет. Главное, что обсудили проблему, обозначили, что эта проблема есть. Это, знаете, как некоторые заседания Совета Безопасности ООН, когда приходят, обсуждают проблему, расходятся и ничего. Поэтому я бы не стал придавать особое значение тем конференциям, которые созываются в Париже. Кстати, в 2015 году в том же Париже была конференция по климату, на которой было подтверждено торжественное обязательство западных стран выделять 100 миллиардов долларов ежегодно в течение 10 лет развивающимся странам, чтобы профинансировать структурную реформу их экономики, готовясь к климатическому переходу, к зеленому переходу, сокращая потребление традиционных источников энергии, переходя на возобновляемые источники энергии без загрязнения окружающей среды. 2015 год, торжественное обещание в Париже, 100 миллиардов долларов в год в течение 10 лет. Дайте угадаю, развивающиеся страны получили шиш с маслом и пролетели, как это, как говорится, как фанера над Парижем. За прошедшие практически 10 лет несколько, 2 или 3 десятка миллиардов, в лучшем случае, были на эти цели переведены. Ну а сколько они переводят на Украину, вы можете легко посмотреть и сделать вывод о том, в каком приоритете у Запада находятся проблемы развивающегося мира и чего на самом деле стоят вот эти разговоры про климат как главный приоритет международной политики. Приоритеты Запада, а если быть точнее, то конкретно Европы, уже давным-давно понятны. Но вот что я понять не могу. И если вы понимаете, то напишите в комментариях. Противостояние Соединенных Штатов и России я понимаю прекрасно, да? То есть это большие две сверхдержавы, которые борются за влияние в мире. Тут базара нет. Хоть мне и не нравится политика Соединенных Штатов, но я ее понимаю. Политику Евросоюза я вообще понять не могу. Мало того, что мы находимся на одном континенте, и наши экономики, рынки тесно связаны друг с другом. Так уж сложилось исторически. Мы соседи, да? У нас есть ресурсы, у них есть потребность в этих ресурсах, у них есть товары, у нас есть потребность в этих товарах. Кому-то это может не нравиться, кому-то нравится, но вот оно так есть. И ввязываться в этот санкционный блудняк, это вредить в первую очередь себе. Да, нам санкции тоже вредят. Я не из тех, кто рассказывает, мол, ха, санкции заебись, сейчас заживем. Нет, санкции нам вредят. Но в первую очередь эти санкции вредят самому Евросоюзу. Так вот, возникает вопрос. Зачем? Для чего? Ради чего? Чтобы получить какие-то ресурсы? Нет, они наоборот отказываются от этих ресурсов. Путин вон даже сейчас говорит, берите, покупайте. Так нет же, не хотят. Говорят, мы будем строить ветряки и покупать втридорога у Соединенных Штатов. Может быть, таким образом они хотят нарастить политическое влияние? Да кто же вряд ли. Потому что Евросоюз сам находится под влиянием Соединенных Штатов. И любое давление на Россию со стороны Евросоюза выглядит как давление Соединенных Штатов на Россию через своих шестерок Евросоюз. То есть политическое влияние падает. Они действуют в ущерб себе, своей экономике ради интересов заокеанского барина. Может быть, я чего-то не замечаю или чего-то не вижу. Но какого хрена ЕС ввязался в это противостояние, когда им никто не угрожал? Ради ресурсов? Нет. Ради политического влияния? Нет. Может быть, ради денег они там обогащаются как-то? Да кто же нет? Они там беднеют. Тогда какого хрена он ввязался в это? Да, действительно, Макрон впервые за все время дискуссий о том, как дальше поддерживать Украину, не только объявил о создании какой-то девятой ракетной коалиции, которая будет включать в себя поставки дальнобойных видов вооружений для того, чтобы они доставали вглубь территории Российской Федерации, что само по себе уже является самоубийственным, если все это подтвердится. И помимо этого он сказал, да, мы долго обсуждали направление войск, сухопутных войск на территорию Украины. Пока еще консенсуса нет, но консультации будут продолжены. Об этом же говорили некоторые другие участники французской встречи, в том числе руководители Чехии, Словакии, некоторых других стран. Но они говорили в том смысле, что считают эту идею неприемлемой. Там уже не только они считают эту идею неприемлемой. Почти каждый западный лидер вышел и сказал, что не-не-не-не-не, там и Байден, и Шольц, и Урсула, и Стонтелберг, да, все подряд повыходили. И не-не-не, никого никуда отправлять мы не будем. С другой стороны, возможно, это как раз-таки приоткрытие того самого окна Авертона. Когда они говорят, что нет, потом они говорят, что нет, но мы обсудим, потом они говорят, что мы обсуждаем, но как бы ничего такого, просто обсудим. Потом они говорят, что мы тут накидали несколько вариантов, а потом «Здрасте» и «Третья мировая». Макрон был аккуратен и заявил, что обсуждалась возможность направления отдельными странами. Они же очень не хотят задействования, то есть создавать, создание условий для того, чтобы можно было кому-то поставить вопрос о статье 5 Вашингтонского договора. Именно поэтому и отдельные члены Альянса, наподобие Макрона, и Столтенберг, генеральный сестерина Та, постоянно говорят, мы не будем вмешивать НАТО в этот конфликт. Это должно все делаться по линии отдельных стран. Были спекуляции о каком-то польском легионе, который может быть создан. Это все известно, все это плавает в медийном пространстве. И мне кажется, что те, кто такие мысли не то что высказывает, а даже допускает в своей голове, они должны все-таки эту голову употреблять на более рациональные, на более безопасные для Европы мысли. Спасибо большое. Ну, хорошо сказал, тут спору нет. Я не без удовольствия посмотрел его ответ, сам немножко порассуждал тут, да. Ну, а что думаете вы? Пишите в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на телеграм-канал. Ну, и если хотите поддержать меня финансово или получить доступ к дополнительному контенту, то буду рад вас видеть на Бусти. До скорого! Субтитры сделал DimaTorzok